В перуанском порту Кальяу завершает последнее приготовление интернациональная экспедиция «Кантики-2». Недолгая торжественная церемония и два плота из бальцевых брёвен спущены на воду. Из Перу экспедиция отправится к острову Пасхи, а оттуда в чилийский порт Вальпараиса. Путешествие посвящено норвежскому исследователю Туру Хейердалу. Почти 70 лет назад он на плоту Кантики прошёл по маршруту миграции предполагаемых предков полинезийцев из Южной Америки. Однако цель новой экспедиции – доказать, что южноамериканцы могли не только доплыть до Полинезии, но и вернуться обратно. Во время путешествия также будут проводиться научные исследования. «У нас есть необходимое оборудование для измерения и изучения состояния океана. С нами поплывут профессиональные океанологи и учёные, чтобы в течение этих пяти месяцев провести полномасштабное исследование». Экспедиция «Кантики-2» предстоит преодолеть 8 тысяч километров по океану. Плоты мореплавателей построены по технологиям, которые применялись 6 тысяч лет назад. В то же время на плотах предусмотрена и частичка современной цивилизации – солнечные батареи. Они необходимы учёным. «Эти солнечные панели мы установим на крышах, по четыре на каждом плоту. Батареи сохранят энергию, и она позволит нам использовать всё научное оборудование, которое у нас есть». Экспедиция «Кантики-2» состоит из двух команд, в каждой по семь человек. В интернациональные экипажи входят представители девяти стран, в том числе и России. Путешественники планируют достичь острова Пасхи в середине декабря, а чилийского порта Вальпараиса – 1 марта.